Оберсдорф 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 Вот сейчас мы понаблюдаем, как в отношении своих же результатов будут летать, действительно летать сегодня спортсмены. Винсент Декомбе из команды Франции, ну всего лишь 159 метров, это конечно не дальность, не длина для этого трамплина, а это нам показывают стартовую кабинку, так называемую, которая на самом старте установлена, где спортсмены ожидают своего старта. И очередной спортсмен, 104 километра в час, это скорость как раз на самом столе отрыва нам показывают, ну и скорость тоже побольше, чем на обычных трамплинах, ну понятно, трамплин супермощный, ну может быть не такой мощный, как в славянской планице, где установлены были самые длинные, самая дальняя длина полетов. Юрий Тепеш показывает тоже совсем небольшую длину, 147 метров, но еще раз повторяю, это стартует не сильнейшая группа. Антон Нинхаек, следующий. 103,2 у него на разгоне. Тоже недоволен, в общем-то, конечно, выполнением своего прыжка. 25-й номер, это еще раз повторяю, был Антонин Хайки с командой Чехии. Всего 70 участников заявлено в сегодняшней квалификации, группа сильнейших, как обычно, будет стартовать последних, 160 метров, ну вот видите, до сих пор очень небольшие, небольшую длину показывают участники. 206 метров, между прочим, личный рекорд у Андрея Мораси из команды Италии, это он сейчас, его мы сейчас видим в полете. Ну, совсем сорвал, совсем сорвал, ничего не получилось у итальянца, трудно объяснить, чем это вызвано. Андрея Мораси, Андрея Мораси очень недоволен, ну понятно, абсолютно сорвал прыжок. Ну, а сейчас наш, наш участник Дмитрий Ипатов, вот, конечно, нам поболеем за Дмитрия, посмотрим. Дмитрий Ипатов, 204 метра, обратите внимание, это личный его рекорд. И пожелаем удачи нашему россиянину, 103, ну, неплохая скорость была на отрыве. О, и лучшая длина, ну, явно лучшая длина должна быть из всех тех, кто вот в этой группе сейчас прыгал. Ну, хотя, 172 метра тоже показатель, показатель далеко не высокий, но тем не менее, тем не менее, чуть дальше. Оценки в районе 17.00 поставили, но тут же оценки невысокие у Дмитрия, к сожалению. А это представитель Казахстана Николай Карпенко, 81-го года рождения спортсмен, у него скорость была побольше и длина, длина тоже, вы знаете, должна быть неплохая. Вот хороший, отсюда план нам показывают, камера установленная сзади. Да, конечно, очень мощные трамплины, каким же мужеством должны обладать спортсмены, вот. 170 метров, вы знаете, он проигрывает Дмитрия Ипатову. Гюльдар Ландерт из команды Швейцарии. Молодой спортсмен, ему 22 года. И очень, очень неплохо. Наверное, будет лучший результат из всех тех, кто уже стартовал. Да, 182,5 метра и явно выходит сейчас на первое место, должен выйти. Доволен тренер, доволен тренер швейцарского спортсмена. Ну что ж, посмотрим. Да, 182,5. Естественно, первые результаты, но оценки тоже не самые высокие за техничность. 17,5 в среднем, но, тем не менее, становится лидером квалификации. Корид Седлак из команды Чехии. В следующем. Это уже 32-й стартовый номер. Тоже очень неплохо. Затянул прыжок. Очень плавно, очень мягко приземлился. Практически никаких ошибок на приземлении. Лучшая длина на данный момент, обратите внимание, 190 уже. Ну что ж, подбираются. Уже подбираются к 200-метровой отметке спортсмены. Очень интересно, кто же все-таки первым дотянется до этой, ну конечно, заветной, я бы сказал, черты. Все-таки 200 метров. Представьте, 200 метров в полете. Это что-то. Вот 190,5 у Седлака и он становится лидером соревнований. Ну что ж, вот этот результат для Седлака, скорее всего, может дать ему место в десятке лучших. Скорее всего. Судя, вы знаете, я так думаю, все-таки погодные условия сегодня влияют. Мокрый, мокрый снег, скольжение, в общем-то, погода достаточно пасмурная. Ян Матура. Еще один чешский прыгун. Ну, он, конечно, явно проиграл швейцарцу. Вот нам показывают, опять же, план сзади. 82,5 метра и это дает ему вторую позицию на данный момент. В принципе, конечно, доволен. Доволен. Седлак. Матура, извините, конечно же. А это ПТР-ка. Обратите внимание, ну какой у него личный рекорд. 212 метров. Это уже что-то. Ну, конечно, надо учесть, что сегодня квалификация. Это ведь, конечно, не основные соревнования. И спортсмены, конечно, изучают трамплин. Они привыкают к его профилю, привыкают к погодным, к снежным условиям. Поэтому я уверен, что в день соревнований, выходные дни, когда будут проходить основные соревнования, то и результаты будут, конечно же, другие. Ну, если еще погода, конечно, и вмешается, что очень важно для прыгунов. В первую очередь, конечно, и ветер. Ветер это у прыгунов одна из главных позиций. С какой стороны он думает, насколько сильный и так далее. Ну, а у нас уже следующий участник. Что-то совсем унесло его даже в сторону. Далеко, далеко. Влево прям унесло итальянца. Да, пытался им корректировать в полете направление, но действительно, все равно можно сказать, что сорвал прыжок. А вот здесь хороший тоже план. Посмотрите, видно, прям разметка стоит на трамплине. 170 метров в результате оказалось. Стоит разметка. Включены прожектора. Ясно, что видимость плохая. Очень пасмурная погода. Ну, а сейчас уже участник японской команды. Ташимото. Совсем молодой спортсмен. Наверное, самый молодой в японской команде уж точно. 89-го года рождения. Японец. Ну, это старший тренер команды Японии. Нам его, конечно же, обязательно показали крупным планом. 186. Ну, что ж. Совсем неплохо. И посмотрите, вот дождь моросит и по камере, которая сейчас снимает, это явно видно даже на телекамере. Вот эти водяные капли. Вот одно еще объяснение того, что вот мелкий моросящий дождь, конечно, не позволяет на полную мощность выступать здесь спортсменом. Ну, а если уж нам показывают немецких болельщиков, то, судя по всему, это, конечно, должен быть спортсменой сборной команды Германии. Диорк Спэт. Самая большая скорость на разгоне 104 с половиной. Ну, что ж, участник команды хозяйки соревнований. Нет, неудачно, неудачно, конечно. Очень много он уступил лидеру. Более 15 метров. Как не поддерживали у болельщики здесь. Ничего, ну, ШП это не получилось. Только лишь седьмой результат. Обратите внимание, 176 метров, это на данный момент только шестое место. Дайкито. Персональный рекорд 222 с половиной метра. Вот это да. Наверное, самый большой персональный рекорд, по крайней мере, из тех спортсменов, кого мы уже видели. Очень, очень неплохой полет. Да, чуть-чуть не дотянул. Обратите внимание, 2 метра дотянул до лидера, но, тем не менее, явно выходит он сейчас на второе место. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот как раз Ронар Йокельсов и пошел. Ну что ж, я передаю слово нашему основному комментатору Сергею Курдюкову, который сейчас вам более подробно расскажет о том, что происходит сегодня в Оберзорфе. Происходит, вы видите все сами. Чемпион действующий мира прыгнул так, как положено. Большое спасибо Владимиру Андрееву за то, что буквально вытащил начало этого репортажа. К глубочайшему сожалению, далеко не так, как в Оберзорфе. Транспортная ситуация сегодня почему-то в четверг обстоит у нас. Но вы видите, вот эта страшная, разбитая, грязненькая гора приземления принимает, так сказать, свои объятия действующего чемпиона, причем двукратного Йокен. Мы же видели, мы же видели на прошлой неделе во время квалификации, что он в нужном направлении движется. Это было заметно на предыдущем трамплине, который был не такой мощный, но в принципе все-таки изрядный и такая переходная стадия. Была отлично! И вы слышите бурю аплодисментов туда, ближе к 200-метровой отметке, летит Мигей Люрма. Ну, что можно сказать? 195 отлично. И тоже, опять-таки, во время квала, который проводился в Веллингене на этапе Кубка Мира, мы заметили, что Люрман очень на верном пути, но, к сожалению, он не был стабилен в достаточной степени в минувший уикенд. Но опять-таки, все-таки сумел, сумел еще чуть-чуть подтянуть свою форму, а может быть, просто-напросто встряхнулся, отдохнул немножечко и на свежачка выдает вот такой прыжок. Ну, вы видите, это, напоминаю, квалификация, квалификация и столько народу. Отличные оценки, хозяин соревнований, но в данном случае, я думаю, что не было здесь никакого снисхождения дополнительного. Мигей Люрман впереди. Ну, надо сказать, что рекорды, личные рекорды спортсменов нужно все-таки, конечно, принимать в внимание, но не более того, потому что здесь рекордов мира-то не будет, понятно. Нори когда-то стоял на пьедестале чемпионата мира аналогичного. Было это, правда, очень давно. И вообще, как полетчик он известен еще с начала 90-х годов. Ну, 186, думается, вполне будет достаточно для того, чтобы пройти в основные состязания. А дальше, дальше, конечно, понадобится что-то гораздо большее. Ну, хотя бы за 190 на этом трамплине. Продолжается состязание. И на стартовой лавке у нас человек, который доказывает, что продолжает прогрессировать. Все у него сейчас еще вновь. И вы видите отличная скорость разгона. И еще раз мы убеждаемся в том, на примере юного нижегородца Павла Карелина, что если у тебя есть техника на 15-метровом, условно говоря, на 30-метровом учебном трамплине, то есть эта техника и на гигантском. Надо сказать, что, конечно, это стресс для человека, который настолько еще неопытен в полетах. Но видно, опять-таки, помните, когда дебютировал в своих первых прыжках на гигантском трамплине, Денис Корнилов, его земляк, было немножечко, конечно, боязно за этим всем наблюдать, но чувствовалось, что есть у него вот эта жилка. И мы видим, что пожимает плечами. А что такого? Нормально прыгнул, долетел, не сдуло. Ну, естественно, храбрится. Но, действительно, это очень-очень здорово, что он вот так дебютирует. И, естественно, никаких вопросов насчет того, что он пойдет далее, в следующую стадию состязаний. Коротковато, говорим мы, хотя по структуре движения все вроде бы было очень даже ничего. Но Такута Киучи не впечатляет дальностью своего прыжка. 173 всего-навсего, все то, что, ну, скажем, до 180 никому ничего не гарантирует. Я напомню, что здесь более жесткие правила квалификации. Это касается и кубковых этапов планницы на гигантском трамплине, это касается и чемпионата мира. Моргей в данном случае может быть спокоен за свой завоеванный уже Кубок мира. Он не имеет к этому старту никакого прямого отношения. Камерилл что? Такое впечатление, как будто дождь, снег пошел внезапный, но нет. Несколько коротковато. Ну, вообще, конечно, погода могла бы быть и более дружелюбной. К гигантским прыжкам, вы видите, затягивает потихоньку. Влажность довольно значительная. Температура воздуха составляет примерно 4,5 градуса. Снег имеет отрицательную температуру. И скольжение, в принципе, неплохое. Технические данные трамплина таковы, что, в общем-то, все достаточно соответствует. 13-е место для Аштоха. Нормальный результат. Он должен идти дальше. Роберт Краниец. Совсем другой полюс. И вы, собственно, видели, насколько он серьезно был подготовлен уже во время прошлой квалификации. Насколько он серьезно готовился к этим состязаниям. Он отличный прыгун, отличный полетчик, отличный разгон. Снег с дождем, конечно, это не лучшие условия. Ну, проходит дальше. Однако, для того, чтобы сражаться за медали, такого прыжка, совершенно очевидно, будет мало. Славянцу было где тренироваться. И уже, в общем-то, совсем юных лет он имеет опыт прыжков на гигантском трамплине. И эти соревнования, как и у многих, кстати говоря, одна из топ-целей текущего сезона. 12-я позиция. Неплохие, в целом, оценки за стиль, ну, потому что он специалист. На лице Сорони, вы видите, что 206. Таков его рекорд. Рекорд, показанный, опять-таки, не здесь. Нормально. Очень даже нормально, учитывая особенно нелетные погодные условия. 185 с половиной этого более, чем достаточно для того, чтобы идти дальше, для того, чтобы участвовать в следующей стадии состязаний. А именно, в розыгрыше уже наград. Это начнется завтра. Но как-то меня, очень честно говоря, беспокоят такие обрушившиеся на трампли насадки. Потому что в такую погоду, естественно, невозможно производить искусственный снег. Очень сильный дождь, который может в значительной степени особенно размыть гору приземления. 207. Чуть больше у товарища по команде Лазарони. И Мануэль Шидаль тоже, тоже очень уверенно, очень стабильно, не шелохнувшись, без совершенно бесыщих движений. Проводит классную прыжковую сессию сегодня. Очень впечатляюще. Очень красивый прыжок. Там очень-очень, едва-едва заметная мелочевка была. Что-то он там то ли кричал, то ли не поймешь. Швальдер-Хофер отмок директора этих соревнований. 193. Тот же район приземляется куда и Руор-Йокельсой. Мартин Шмидт, когда-то его результат 224 был почти рекордом мира. Но получится ли? Мягкое отталкивание, мягкий уход со стола, отрыва, очень высокая скорость. И за 190 еще один прыжок. Браво-браво! И Торсида довольна. Боже мой, что творится на трибунах. Вот это потрясающе, конечно. Квалификация! И столько народу. 192. И должны быть хорошие оценки. Тут не было очевидного брака в район 18 баллов. По технике прыгнул Мартин Шмидт. Нужно сказать, что трамплин Хайни Хлопфер, флюх шансель, полетный трамплин Хайни Хлопфера, он достаточно мощен все-таки для того, чтобы показывать результаты планицкого уровня. Не для того, чтобы бить рекорды, Мати Хау Томяки, а один из тех, кто почти дотянулся до рекорда мира. Вы помните те потрясающие состязания, когда были показаны результаты за 230. Масса отличный полетчик! И подтверждает свой класс, но пока не выглядит явным претендентом на награды. В то же время не забудьте о командном турнире. И у финнов, после особенно хорошего командного выступления в Веллингене, есть весьма приличные шансы. Словенец подумал-подумал, поставил все-таки не 18, а 17,5, чтобы выделяться. Ну и вычеркнули его в результате. Роморан в очень хорошей форме. Вы в этом убедились в минувший уикен. Полностью восстановился и морально, и физически после своего страшного падения. Всего лишь, да, всего чуть более месяца назад. И готов, готов к борьбе Роморан, будучи рекордсменом мира абсолютным. А рекордсменом этого трамплина, его товарищ по команде и друг Фруар Йокельсой. 223 метра он пролетел здесь, на этом заметном оберзодорском трамплине. Еще один хороший прыжок, являющийся логическим продолжением того, что мы видели в прошлый уикенд в исполнении Фина. Крепкая-крепкая команда набирается у финнов. И в принципе они вполне готовы дать бой норвежцам, которые являются на полетном трамплине. Кто-то скажет по привычке, ну может быть, но на самом деле они подмели все, что только... Сюрпризы в этой квалификации есть, но надеемся, что продолжатся и приятные закономерности также. Потому что у нас уже в основных соревнованиях Павел Карелин в этом нет никаких сомнений. Его слегка нестабильный в последнее время Денис Корнилов с личным рекордом, очень приличным, под 220. Совершает свой прыжок, хороший разгон, чуть-чуть покачнулся, поймал себя все же. Коротковато. Коротковато и неизвестно, хватит этого или нет. Всего лишь чуть далее, 170 метров, ничего выдающегося в плане техники. Ждем, тем не менее, насколько строги будут судьи. Вот вы видите, вот там он начал все терять. Он при отталкивании, после отталкивания то ли ветерок поймал боковой, то ли просто направление было такое, но надо сказать, что сердце-то ехнуло. С Новым Годом поздравляет по-прежнему с завидным упорством. Наверное, Новый Год уже китайский вроде бы тоже прошел. Празднование китайского я имею в виду. Но тем не менее, Вольгенштайр по-прежнему с новогодним флагом. Дмитрий Васильев, отличное личное достижение у него, хороший разгон. Но коротко, еще короче, чем у Дениса. А, дистанции может явно не хватить. Даже до 170 не долетает Дмитрий. Возможно, не его погода, возможно, момент отталкивания был немножко не тот. Возможно, слишком мощен, как говорится, для такого огромного трамплина. Но в тридцатку на похожем трамплине он попадал. И вы видите, все, увы, это место, скорее всего, выбивает Дмитрия Васильева из основных соревнований. Это, конечно, очень и очень обидно. Роман Куделка имеет очень скромный рекорд. Но такой прирост достижений в этом году. Вы видели, какое было страшное отталкивание по мощности. И потом было просто уже выживание. Такое впечатление, что он вошел вообще в резонанс какой-то. Заколебались лыжи, мелко-мелко затряслись. Он начал ловить себя дважды, поймал себя, потому что очень сильно атаковал. И, может быть, в самом деле, скручивающие направления ветра тоже имеются. Пока не полетчик Роман Куделка. Хотя в классических дисциплинах, на классических больших трамплинах этот Чех очень силен и лучший в сборной своей. Мартин Кох. Очень неплохо прыгал, кстати говоря, в тренировке в официальной. И, в принципе, весьма прилично выглядела и вся сборная Австрии в целом. Да, ветер треплет. Ветер треплет всех. Но увереннее и опытнее Мартин Кох. Встречный боковой ветер использует как надо. Своё благо. И первый человек, улетевший за 200 метров сегодня, это Мартин Кох. 201 метр. Пусть техника была несколько небезупречна, но Александр Пойнтнер должен быть доволен. Правда, он очень переживал, конечно, за Мартина. Учитывая момент, в который совершался прыжок. Абсолютный лидер. Это неудивительно. С таким запасом по дистанции. Но надо сказать, что погода кислая. Это всегда очень не нравится прыгунам. Яна Хаппонен. Один из тех, кто будет сражаться за медали командного первенства на этом трамплине. Безусловно. Ну, нормально, вполне. Вполне достаточно для того, чтобы идти дальше. Достаточно ровно выступает сборная. Оли, Хаутамяки уверенно вошли в основные состязания. Ну, и вот и Хаппонен без сомнения пополняет этот список. Причем очень-очень действительно ровно они выступают. И Массари, и Оли, и Хаппонен находятся буквально на соседних позициях. Только Карелин немножечко там вклинился. И разбил эту дружную троицу французскую. Михаил Ноймайер. Реля Ноймайера 227,5 личный рекорд. Он очень хороший полетчик. Рослый. Ноймайер в основных соревнованиях. Михаил Урман тоже там. Мартин Шмидт без всякого сомнения также. Ну что ж, надо сказать, что выглядит это поприличнее, чем обычный этап Кубка мира в исполнении сборной Германии. Очень впечатляюще. Погода разная. Моменты, к сожалению, моменты лотереи все-таки здесь существуют. 12-я позиция у меня Илья Ноймайера. Он надеется, что завтра в более серьезных стартах будет все как надо с погодой. Ну а Шлири может не беспокоиться, потому что он-то в любом случае будет в финале. Здесь кубковые правила присутствуют. Ада Малыш. В свое время один из лучших полетчиков мира. Отличное отталкивание, очень мощное. Немножко не хватает скорости, но опять-таки учтем его легкость. И то, что нужно. То, что нужно. Ада Малыш один из лидеров. Малыш летит за 193 метров при очень хорошем исполнении прыжка. И судьям здесь фактически явно не к чему придраться. В районе 18 баллов будут даны оценки. Ну что ж. В принципе, вполне чемпионатовский человек. Адам Малыш еще чуть-чуть прибавить. Более удачный будет момент старта для него, допустим. И почему бы не поворотся даже из-за медали. Анди Кофлер. Нанервничался сам минувший уикенд. Немного подвел команду. Зато какой разгон был сумасшедший. И Кофлер, естественно, тоже в финале очень качественный прыжок. За 190 метров так же. Примерно туда же, куда и Малыш приземлился. Да, 191,5 это вообще абсолютно идентичный прыжок по дальности. Ну и мало расходящийся по техническому качеству. С тем, что показал поляк, очень-очень мало снега на горе приземления. Там уже вообще каша, там уже полезла земля наружу. Худо-худо. Что-то будет завтра. Но может быть все-таки ночью этот мелкий дождик сменится на снежок. Потому что, в принципе, Аберсдорф находится в таком ущелье. Достаточно влажном. Ну и, собственно, вот она и квалификация. Потому что, собственно, квалификационная стадия закончена. 30 спортсменов отобрали. Оставшиеся 10 это будут, как говорится, прыгуны в свое удовольствие. И мы с радостью отмечаем, что не только молодые россияне идут дальше. Очень приятно, что Ипатов сумел справиться с задачей. Но, к сожалению, Дмитрий Васильев, вы видите, выпадает из этой дружной компании. Ну что ж, Ерный Дамьян уже добрался до десятки лучших в общем зачете Кубка Мира. И человек, который вырос рядом с летальницей, когда она еще называлась великанкой, собственно говоря, должен что-то интересное показать разгонщику бы ему еще чуть-чуть. Но, тем не менее, нормальный прыжок, пристойный. Единственное, что при таком прыжке, естественно, уже в основных соревнованиях он-то в основную попытку пойдет. А вот что дальше, то есть медали-то ему вряд ли светят. В Ерной Дамьян в прекрасной форме, что подтвердили в его выступлении Веллингене. Вы видели, это великолепная была первая попытка, но после такого удара, какой нанес вот этот мистер 239, было, конечно, очень трудно оправиться. Официальный рекорд 239, потому что Яна Ахуна, ну, упал, когда прыгнул 240. Вы помните эти драматичнейшие соревнования. И, конечно, это главная всегда рекомендация для объема Айнара Руморона. Обратите внимание на его отталкивание. Да, это настоящий чемпион, это настоящий фаворит. Великолепно, пусть судьи не будут ставить ему оценки. Но это далеко за 200. Это абсолютно лучший прыжок сегодня. Это всего-навсего второй человек, который разменял 200. И после того страшного падения в Вальдефиеме, ну, тут, естественно, на две ноги какие тут телемарки, тут главное было обезопасить себя, потому что еще и не очень скользкая гора приземления, не очень скользкий радиус. Но это был класс, действительно. Это был, опять же, это была демонстрация потенциала данного трамплина также. Так, Якобсен, это значит, что Аман крутился, вертелся. Вы видели его в кадре, а прыгать все-таки отказался. Из-за чего, интересно, неужели нездоров частично? Якобсен великолепно разогнался. Обратите внимание на его чувство воздуха. Покороче, чем у Руморона, но тоже очень приличный прыжок. Да вот как бороться с такими норвежцами, скажите, пожалуйста. Вот он Руморон, вот он Якобсен. Якобсен занял четвертое место в квалификационном прыжке, и за 190 был его прыжок. И, конечно, очень хорошие шансы в командном турнире. Есть еще и Бардаль, который будет прыгать сразу после Кюттеля, то есть через один номер. И надо полагать, судя по готовности, которую демонстрировал Виленгене, ну уж совсем не завалится Бардаль. Может быть, станет четвертым по результату в команде, но когда три таких забойщика, что ты еще скажешь? Анди Кюттель, 222. Личный рекорд. Вполне пристойный. Ну, он технарь хороший, поэтому прыжки должны быть далекими. И сейчас тоже. В район 190 приземляется второй номер сборной Швейцарии. Великолепная система освещения. Очень хорошо просматриваются все фазы. Гора разгона прекрасно освещена. Отлично, просто классно подготовлен трамплин. Да, будь он немножко повыше, имею в виду, трамплин расположен, но там есть свои проблемы. Воскогорные трамплины, тоже о них много говорилось. И тот, который в Праджилату, и тот, который особенно в Парк-Сити, где проводилась Олимпиада 2002 года, не все там способны улетать далеко. В разреженном воздухе. Андрес Бардаль. Ну, тоже в район 190 метров. Нормально совершенно он отпрыгал во время тренировки. То есть видно, что форма есть, стабильность есть. И норвежская сборная выглядит трижды грозно. Эй, Норгере, что тут еще скажешь? Момент отталкивания, может быть, мог быть чуть-чуть пораньше. Но, в принципе, он чувствует этот стол. Он вполне подходит. Особенностями его техники. Этот трамплин вполне его трамплин. Хотя, ну, видите, в ней вполне удовлетворен. У него очень высокая планка. Том Хильде. А кто, кстати говоря, Бардалили и Хильде? Внутренняя конкуренция в норвежской сборной. Тут тоже непростой выбор у Мики Каенковски. Отличный разгон у юного Томаса Хильде. И великолепный полет за 200 метров. Роскошно. Норвежская торсида приехала сюда, естественно, не просто поболеть, но и получить за свое боление вознаграждение в виде медали высшего ранга. И индивидуальной, и командной. Да, они умеют летать, эти люди. Они, которые изобрели этот вид спорта. Счастливый был когда-то день в Тронхейме. Ну, правда, естественно, это не в одночасье все случилось. Но все-таки родоначальники долгое время на себя не были похожи. То есть не соответствовали своему статусу. И вот сейчас, сейчас уже на протяжении трех чемпионатовских циклов, фактически, циклов чемпионатов по полетам на лыжах, они прыгают просто блестяще. Грегор Шлири на Цауру еще многому нужно учиться, конечно, на гигантских трамплинах. Но процесс образования продолжается. Шлири летит за 180 метров, что по его меркам является неплохим достижением. Но, вот видите, он говорит, что подернулся, что слишком выпрыгнул, когда отталкивался, насобирал ветер. Пока суперполетчиком Шлири не выглядит. Он достаточно хорошо выступает в классических соревнованиях. Но будь он и не квалифицирован, в принципе, квалификационное сито прошел бы. И Томас Моргенштерн. Новый обладатель Кубка Мира. Он сдержал свои обещания, причем досрочно. И сейчас, естественно, чувствует себя победителем. Абсолютно раскован. Это должно ему помогать. И вполне достойный прыжок. Под 200 метров прыгает Моргий. Резерв для роста имеется. И, может быть, даже и хорошо, что он сейчас немножко не дотянул, потому что были сумасшедшие совершенно прыжки у него в Виленгене в квалификационной фазе. А потом вдруг он запорол первую попытку в основных соревнованиях индивидуальных. Так что, по своим меркам, естественно, запорол. В общем, вариантов очень-очень много. А пока мы говорим о том, что через ситы квалификации прошли в первую очередь Павел Карелин, занявший 11-е место. Украинец Александр Лазарович достаточно неожиданно занял 21-е место и вполне вошел в элиту. Дмитрий Патов зафиксировал 25-ю позицию. 27-я у Дениса Корнилова. Николай Карпенко, молодой казахстанец, Алматинец, 29-я позиция. И Дмитрий Васильев, к сожалению, с Бущуком чуть-чуть не дотянули. Не оказались двумя лишними. То есть 31-32-е места, соответственно, заняли россиянин и украинец. И, увы, им не стартовать. Ну что ж, даже от квалификации на таком классном трамплине получаешь колоссальное удовольствие. Вас благодарят за внимание. Режиссер Виталий Магранов и комментатор Сергей Курдюков продолжаете смотреть вместе с Евроспортом увлекательнейшие состязания. Мы посмотрим, где придется состязаться олимпийцам в 2010 году горнолыжникам. И в эти сроки примерно, даст бог, будет нормальная погода через несколько лет.